Мы с вами рассмотрели уже целую кучу классов, отвечающих за ввод-вывод. Однако, как ни странно, это еще не все. В стандартной библиотеке Java есть еще немало классов, имеющих отношение к вводу-выводу. Хотя они уже, конечно, нужны далеко не в каждой программе и предоставляют какие-то специальные продвинутые возможности. Подробный разговор о таких возможностях выходит за рамки базового курса, но небольшой обзор будет уместен. Из Java-программы можно запускать другие процессы на вашем компьютере. Достаточно знать путь к исполняемому файлу на файловой системе и параметры, которые ему нужно передать для запуска. Зачем это может быть нужно? Ну, например, может стоять задача организовать наблюдение за каким-то серверным процессом и перезапускать его, если он вдруг зависнет или упадет. Ничто не мешает реализовать такое наблюдение в виде Java-программы. Или другой пример. До выхода Java 7 с ее новым API-м доступа к файловой системе, Java Neo File, нельзя было из Java создать, например, символическую ссылку в файловой системе. Или получить расширенные атрибуты файл или директории, такие как владельца и права доступа. Реализовывать это приходилось при помощи внешних средств. Запуска внешней команды создания сим-линка или внешней команды вывода расширенной информации о файле и директории с последующим разбором того, что она вернула. И хотя сейчас в Java 8 благодаря этому новому API, Java Neo File, конкретно эти две вещи уже можно делать, но всегда останутся задачи, которые для Java слишком низкоуровневы или платформенно специфичны. И поэтому в стандартной библиотеке их не будет. Например, форматирование диска или настройка параметров сетевого интерфейса или изменение других параметров операционной системы, это всегда будет требовать выхода за рамки Java. И поэтому время от времени приходится запускать внешние процессы. Давайте посмотрим, как это делается. Всю подготовительную работу по запуску внешнего процесса делает класс ProcessBuilder. Ему можно указать запускаемую команду с параметрами, рабочую директорию, в которой будет запускаться новый процесс, а также ему можно сказать, к чему будут подключаться стандартные потоки ввода, вывода и ошибок нового процесса. Можно, например, организовать пайп между Java процессом и запускаемым процессом. Тогда мы со стороны Java программы сможем явно получить этот поток, стрим, и сможем в него писать или из него читать. Или новый процесс может унаследовать поток Java процесса. И все, что тот процесс выведет в свой stdr, попадет в stdr нашего Java процесса. Или можно сделать даже так. Перенаправить поток в файл или из файла. В данном случае мы направляем на вход запущенному процессу содержимое файла .dev.null. В Unix системах это такой специальный виртуальный файл, в который можно выводить все, что угодно, и оно там исчезает, как в черной дыре. А при попытке чтения из этого файла он оказывается пустым. После того, как параметры запуска настроены, можно стартовать новый процесс методом Start. В результате мы получим экземпляр крыласа Process. Если какие-то из потоков ввода-вывода настроены как пайпы, то мы можем взять у процесса этот поток и поработать с ним. Надо только помнить, то, что для запускаемого процесса является потоком вывода, со стороны Java процесса является потоком ввода. И наоборот. В данном примере мы принимаем все, что запущенный процесс выводит, и записываем это в поток стандартного вывода нашего Java процесса. То есть, по сути, руками реализуем режим Inherit. При помощи метода WaitFor можно дождаться завершения дочернего процесса и получить его код возврата. Ноль соответствует успешному завершению, а любые другие значения какой-то ошибки. Давайте запустим, чтобы убедиться, что оно работает.